Доброго времени суток, уважаемые пользователи канала Magic Box. С вами Magic Device и Берти Смайл, и мы снимаем сегодня тест-драйв для PS Vita и снова от Square Enix. Да, у нас сегодня третья игра. День Square Enix, да. На самом деле это игра, вроде бы последняя игра от Square Soft тогда еще, да? То есть десятую часть сделали Square Soft. Да, мы же не сказали, что это за игра. Это Final Fantasy X. Да, кто не догадался. Ремастер, да, HD-переиздание, легендарный Final Fantasy X. Что ждет нас в этой игре? Ждет нас сюжет, линейные локации, отсутствие большого мира, отсутствие мини-игр, графон. Больший босс. Ну да. В общем, в этой игре есть что посмотреть, но я бы, честно, ее даже поругал бы. Хотя, наверное, грех такие игры ругать, да? Но мое мнение, что после девятой части серия стала скатываться куда-то не туда. Что десятая, что, хотя двенадцатая была довольно необычная, что тринадцатая часть, которая, мне кажется, очень многое впитала себя от десятой части, да? Для тех, кто не знаком. Просто я играл практически во все части, и могу сказать, что вот это вот отсутствие концепции, когда у вас нету... Что такое Final Fantasy для меня? Это огромный мир, путешествие, по которому там занимает, может, десятки-десятки часов. Это разнообразные локации, какие-то необычные города, да, по которым вы можете исследовать, которые, да? Ведь в Final Fantasy здесь всего этого нету. Как бы, я так понял, разработчики подумали, так, мы сделаем графон, а все остальное, а ладно, хрен с ним. Да, фиг с ним, да. Ну, в целом, что могу сказать? Игра от этого менее интересна не стала. В целом, довольно приятно играть. Красивая музыка, красивая графика, красивые локации, красивые монстры, да? Замысловатые даты. Во-первых, изменилась система боя, пропала шкала АТБ. То есть все сражения у нас происходят в таком более пошаговом режиме, да? То есть мы можем уйти сейчас, пить чай, и монстры нас не будут атаковать. В любой момент мы можем поменять своих героев. То есть я могу поменять, да, и у меня не попадет в ход. Угу. Ну, это да, это удобно. Соответственно, у каждого героя свои скиллы какие-то. Появилась такая, ну, очень похожая на из седьмой части овердрайв, да? Там это критические какие-то удары были, да? Тут то же самое. Когда у вас шкала доходит до максимума, вы можете использовать какие-то суперприемы. Ну, видите, тут такая рулетка запускается, которую вам нужно еще и выбрать. Тогда он... Не слабо, он его шариком от боулинга. Ну да. Ну да. Ну, по графике, конечно, здесь сделали более так все насыщенно. Ну да. Опять же, это переиздание. Все текстуры переведены в HD. Игра еще симпатичнее смотрится. Ваши герои, которые какие-то эпилетические позы стоят. Прокачка изменилась. Как такой прокачки здесь нету, да? В старой доброй прокачке, когда вы убиваете тысячу монстров, вам дается тысяча опыта, к примеру, да? За каждого убитого монстра вам дается... Ну, прокачивается у вас такая вот... С-левел, я не знаю, как сказать. Сфер, грит у вас есть такая доска сфер, по которой ваши герои перемещаются, да? Ну, к примеру, наш герой Вака. Блицболист. Для того, чтобы прокачать что-то ему, нужно... У вас на каждом уровне появляется один ход, да? Соответственно, у вас прокачалось сейчас два уровня. Мы можем сделать два хода по этой доске. Но это не все. Для того, чтобы прокачать, к примеру, какое-то умение, либо поднять на этой сфере, мы можем поднять на 200 хитпоинтов, да? Соответственно, для этого нужно использовать специальные сферы, которые мы либо находим, либо выбиваем в бою, либо выбиваем при помощи каких-нибудь скиллов. И когда мы находимся на определенной позиции, да, мы можем прокачивать эти умения, либо статы, которые находятся рядом с вами. Соответственно, мы можем еще поднять вот в этом. Хоть мы сюда еще не дошли, мы можем прокачать агилити на три поднять. Ну, соответственно, у каждого так же. На этой же доске находятся и скиллы, до которых, опять же, нужно дойти, да? Ну, вот, нам предлагают сюда пойти. Давайте, пойдем до отсюда. И тут еще у нас покачать ману на 20 поднять, да? А такие пустые области, они либо заполняются такими вот редкими сферами, ну, либо просто пропускаются. Ну, это, на самом деле, как-то, на первый взгляд, довольно сложно понять. Но когда ты понимаешь эту тему, да, причем разбираешься в ней довольно быстро, ты понимаешь, насколько она интересно сделана, необычно и действительно здорово. То есть, можно вашу, поначалу, ваш персонаж, заточенный под шута одну, к примеру, ваш маг Лулу, либо воин, сэр Аурон, да? А можно этого воина увести в область мага. Леон у вас как раз-таки будет всех колбасить магией, а какая-нибудь Лулу, которая поначалу, черный маг, да, будет всех уничтожать при помощи мечей. Ну, не мечей у вас, просто будет воина. Ну, такие достаточно разнообразные всякие магии, да, спецэффекты. Ну, конечно, можно использовать опять же их. Пилк мы увидим, тут запускается, нужно бомба вести, да? Ну, вести. Надо успеть вести, да. Аж 190 отняли. Бедная там жаба или кто там, непонятно. Соответственно, у нас есть скиллы, и помимо скиллов еще специальные умения, которые не требуют от вас Неймана ничего. Просто вы их используете. И вот, желеобразный герой, его бедно колбасят все. Ну и опять же, прокачка идет только тех персонажей, которые поучаствовали в бою. Соответственно, три персонажа поучаствовали в бою. Но вы можете сделать похитренне. К примеру, в битве с боссом просто-напросто переключаться между всеми персонажами, либо с битвами с любыми монстрами. Главное, чтобы персонаж сделал что-то на поле боя. К примеру, один раз ударил или что. Или использовал какой-либо скилл. Соответственно, ему будет начислено такое же примерно количество опыта, как и всем остальным. Ну, в целом, это очень плохо, что в этой игре отсутствует большой мир. Я так понял, я уже прошел половину игры, а чтобы у вас открылся корабль, ну, как в старом Додром Кинал Флендези, где вы можете на корабле перемещаться по миру, вам нужно еще процентов 70 в эту игру пройти, да? Причем это перемещение будет условное. Вы не сможете летать по всему миру, вы просто задаете локацию, и он туда просто перемещается. Это не очень интересно. Честно, это не очень интересно и немножко печалит. Я, к сожалению, так и не прошел на PlayStation 2, потому что кто играл, может быть, вспомнит, что русская версия, она была глюкнутая, глюченная, и практически где-то на третьем-четвертом часу игры она зависала на мертвой, и ее нельзя было пройти. Ну, соответственно, здесь нету каких-то больших городов. Это вот я единственный какой-то непонятный город в дереве нашел, где есть магазин, отдых какой-то, да? А так все локации, то есть, если вы играли в 13-ю часть, то практически тут примерно то же самое. Ну, вот у нас опять заглючил тач, ну да, немного все подвисло, все, причем намертво подвисло, вот еле отменил это. Ну, и вот, у нас есть, как по всех частях, что делать с ним будешь, что призывные существа, призывные существа, они называются здесь айоны. Помощники призывать может только Юна, одна из главных героинь, которая по совместительству не только суммонер, еще и лекарь ваш. Ну, хотя лекарем, опять-таки, уже говорил, можно сделать любого персонажа. Ну, соответственно, у вас пока только три. Их, кстати, во время битвы, когда вы их призываете, они появляются и они как полноценный член к вашей команды. То есть, пока их не убьют, они не уйдут. Они не уйдут, да. Что-то бегают, все бегают, ищут. Заплутал, как обычно, в трех соснах. Это магазинчик какой-то, да? Ну, или жилой дом, неважно. Да, магазин какой-то. Ну, вот, соответственно, можно пойти в другое место. Можно показать, как призываются Айоны на поле Боя. Да, попали в другую локацию какую-то. Ну, смотри, у нас есть красивая музыка, красивая графика. Наверное, это, по мнению разработчиков, все, что нужно для счастья. Ну, да. мне этого, к сожалению, мало. Опять же, все красиво, да, как в старых, более ранних частях происходит призыв этого существа. Ага. В некоторых частях он длился чуть ли не по минуте, причем пропустить это было нельзя. Здесь можно выставить в настройках игры сокращенный вызов айлона. Ага. Чтобы вас не напрягало. Не напрягало, да. И вот, соответственно, у вас есть айлон, который будет всех колгасить, пока его не убьют. И опять же, у вашего айлона есть также шкала овердрайва, которая, когда заполняется, он может использовать какой-то мощный скилл. Ага. Такая воинственная, водоносная музыка. Ну да, как всегда, боевая музыка красивая. Ну все, закончилась жизнь нашего айлона. Существенно, они качаются вместе с умолером. Кстати, именно вокруг вот этой девочки, юной девушки крутится весь сюжет. То есть наш главный герой, вот он, Тидус, он игрок в Блицбол. Угу. Блицбол это, типа, водного пола, только под водой. То есть я никакой разницы не заметил, хотя нам показывают, что они перемещаются во всех плоскостях, но под водой все-таки. Но в игре есть эта мини-игра Блицбол, в которую можно поиграть, и она ничем не отличается от того же водного пола. Они плавают, и наша задача просто донести мяч до их ворот. Поэтому я как-то не могу сказать, что она очень затягивает. Мне она, если честно, очень не понравилась. Она довольно унылая какая-то. И что интересно, ее нельзя как-то пропустить, выйти из этой игры. То есть если вы случайно запустили ее, то все, играйте, пока не проиграете, либо пока не надоест. Ну, насколько знаем, что такие вот жрпг львиную долю всего времени занимает как раз-таки битва с монстрами, которые встречаются здесь на каждом шагу. И это не исключение в десятой части. То есть мы делаем два шага по локации и пять минут на конце с каким-то очередным монстром. Опять делаем два шага. То есть локации здесь не такие большие, но если бы если убрать из них вообще любые битвы с монстрами, то, наверное, они пробегаются довольно быстро. Ну, я, к сожалению, больше не знаю вообще, что еще здесь рассказывать. Ну, на самом деле я очень все это слушал завороженный, потому что я, честно говоря, именно в этой тематике игр не спец и на самом деле я считаю, что Володя огромное количество информации нам дал на эту тему и за что мы его... Может быть, да, не совсем структурировано. К примеру, здесь еще можно сказать, что здесь нету как-то таковой экипировки. То есть ваше оружие и броня отличаются только... А броня ничем не выделяется, а оружие отличается только дизайном. То есть оно не несет никакой нагрузки. Единственное, что у каждого оружия свое, к примеру, какие-то параметры. Кто-то дает дистерману, кто-то фаерстрайк, да, и, ну, кто-то, видите, увеличивает какое-то оружие, увеличивает силу на 5%. Соответственно, это оружие можно всегда улучшить. Когда мы видим у оружия такое-то появляется пустое поле, мы можем в это пустое поле добавить какой-нибудь как сказать, характеристику, да? Характеристику, да. То есть мы выбираем Customize и смотрим, что вообще можно здесь делать. Что у нас добавит нам? Сила, мана, скорость. К примеру, Strange плюс 3. Для этого нам потребуется 3 Power Sphere. Ну, хорошо, давайте. И видим, что у нас в пустое поле добавилось Strange плюс 3. Соответственно, чем больше свободных слотов у оружия, тем больше можно туда каких-то плюшек вставить. Потом одеть это оружие и нагнуть босса последнего одним взглядом. Ну, все. И на самом деле игра довольно простая. Я помню, как я играл в седьмую часть с этим материями, да? Помните? Как восьмую часть, где там сам черт ногу сломит? В понимании с этими призывными существами, когда вы должны их ставить, экипировать, прокачивать. Я уже молчу про то, что там не было просто-напросто магии, да? Магию вы должны были... Она конечная была, то есть вы могли ее высосать 99, к примеру, магии огня из противника, надеть их на меч, меч получит характеристики, соответственно, этих комбинаций там было масса. Я раза четыре пробовал в нее начать играть, я только на четвертый раз как раз-таки в полной мере разобрался, как в нее играть. Ну, тогда не было интернета, я поэтому не мог ничего приходилось все на ощупь разбираться. Ну, супер, супер. Соответственно, я считаю, что эта игра выполнена красиво, но она не соответствует тому уровню, которого всегда придерживалась серия Final Fantasy. То есть это не только красивая история какая-то, но это еще и огромный мир, который доступен для изучения какие-то мини-игры, да, тоже Чокоба. Тут Чокоба доступен только в одном каких-то определенных местах, и вы максимум можете проехать на нем через локацию. Несколько локаций, проехали, и все, слезли с Чокоба. Единственное плюс, вы не не сражались с монстрами. А кто помнит старых играх там, к миру, в девятой части или в седьмой там целые фермы были, да, целые мини-игры по путешествию на Чокоба по всему миру, поисках сокровищ каких-нибудь. Ну, я, к сожалению, здесь этого ничего не увидел. В целом, играть приятно, но мне, как поклоннику серии, честно, не очень это все нравится. Ну, тем не менее, тем не менее, огромное спасибо тебе за информацию, которую ты дал. Я уверен, что пользователям и обладателям PS Vita это пригодится. Я напоминаю, что это был тест-драйв игры Final Fantasy 10-й части, HD, да? Ну, я, кстати, еще не сказал, что на картридже идет только Final Fantasy 10. И в коробке вам дается с игрой дается код на скачку Final Fantasy X2. Я, к сожалению, еще не запускал его. Ну, как я до нее доберусь, так мы вам ее покажем. Обязательно. Покажем, чем она отличается 10-й и стоит ли вообще в нее играть. Ну, мое мнение, в 10-ю часть несомненно, стоит ознакомиться. Не смотря на то, что она превратилась в какую-то более линейную такую игру, она все-таки тоже завораживает своей красивой графикой, красивой музыкой, хорошим сюжетом, да, и интересной задумкой с этими сферами, где вы можете сам себе хозяин, куда хочешь, туда ушел, да, сделал из Война Мага и из Мага Война. Вот так вот. Ну, отлично. Итак, с вами был Берти Смайл и Magic Device. Обзор Final Fantasy 10 на PS Vita. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Удачи. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok